Здравствуйте! Это «Итоги дня» телеканала Управда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Байкеры, перестрелка, народные ремесла. В Ульяновске прошел день города. Ульяновские кандидаты в депутаты устроили охоту и проворонили мандат. Ульяновский моторный завод отметил двойной юбилей. На первой осенней ярмарке ульяновцы скупили 45 тонн картофеля. Ульяновск отгулял день города. Гостями праздника стали официальные лица страны, региона города, жители области и туристы. Практически каждый, кому было что показать, нашел место на центральных площадях города. Мероприятия, посвященные 371 годовщине Симбирско-Ульяновска, прошли вчера в областном центре. На главной сцене соборной площади выступили государственный ансамбль песни и танца «Волга», хореографический коллектив «Дэнс-авеню», сборная по художественной гимнастике и спортивный клуб «Грация». Торжественная часть открытия праздника началась с выезда ульяновских байкеров. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, от имени правительства региона, я от всей души поздравляю нас всех с праздником, с днем рождения нашего любимого Ульяновска. Для этого город с большой историей, с накопленным опытом и славными традициями. Сегодня наш город переживает важный этап своего развития. Мы любим город Ульяновск. И, наверное, самое главное богатство нашего города – это вы. Это люди, которые каждый день работают на благо города, на благо страны. В этот раз многие праздничные площадки были интерактивными. Можно было попробовать нарисовать картину, сфотографироваться, сидя в сене, попробовать слепить горшок из глины, посетить концерты и почитать произведения писателей и поэтов Симбирского края. Истории региона сегодня уделяется огромное внимание. День города оказался хорошим поводом представить работу по сохранению наследия предков. И мы сегодня впервые представляем наше новое издание «Города и поселения Ульяновской области», где это первый том энциклопедии, где об Ульяновске отдельная большая статья. И мы посчитали, что День города – это хороший момент для этого. Историю города в этот день можно было не только прочитать, но и прикоснуться к ней вживую. Реконструкторы из нашего и соседних регионов показали на улице Ленина, близ музея пожарной охраны, реконструкцию боев между красными и белыми частями за Симбирск. Сегодня на улице города очень интересное событие. Это реконструкция того периода, когда наши сражались с белочехами. Реконструкция тех событий, которые происходили 12 сентября, мы о них помним, знаем, и это состоялось сегодня впервые. По мнению министра, подобные практики могут привлечь туристов не только из других регионов, но и стран. Доказательством ее слов служит то, что китайские гости с большим интересом наблюдали за происходящим, а после боя активно фотографировались с участниками реконструкции. Семья, история, традиции, ремесла и искусство – в День города нашлось место всем и всему. Не подвела даже погода. Самая капризная участница народных гуляний города на семи ветрах. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске завершился единый день голосования. Выборы по Засвияжскому 16 округу состоялись. Явка избирателей на участке более 23%. Это средняя явка на муниципальных выборах во всех регионах России. Итоги говорят сами за себя. На прошедших в это воскресенье до выборах в Ульяновскую гордуму убедительную победу одержал Андрей Князев. По мнению экспертов, основная причина победы Князева в том, что он сосредоточился на реальных проблемах своего округа. В то время как все остальные кандидаты охотились друг за другом и выдвигали политические требования. Я думаю, что чудес не бывает в принципе, как мы знаем, а в политике их не бывает в особенности. Эти выборы показали, на мой взгляд, простую и закономерную вещь. Тот кандидат, который идет и эффективно работает в период избирательной кампании, до нее, конечно, имеет шансы на заслуженный успех. И мы видели, что избирательная кампания Князева яркое тому подтверждение. Основной интригой выборов было следующее. Сможет ли кандидат от КПРФ Денис Гурьянов навязать борьбу самовыдвиженцу, которого поддержала партия власти? Не смог. Результат говорит сам за себя. При этом лидеры обкома Алексей Куринный и Айрат Гебаддинов в день выборов почему-то отправились не на избирательные участки Засвияжского района, а в Казань. Тоже на выборы. Видимо, понимали, что выборы здесь уже проиграны. У себя в соцсетях Денис Гурьянов написал, что он уважает мнение ульяновцев. Прошедшие выборы сегодня привлекают внимание как участников политического процесса, так и политологов. Многие пытаются спроецировать, что может ожидать город Ульяновск на больших выборах в сентябре 2020 года. Говорить, какой будет дума города Ульяновска в 2020 году – красной или трехцветной или еще какого цвета – мне кажется, это не совсем корректно. Все мы, а мы все живем на территории города, конечно, заинтересованы в том, чтобы дума была прежде всего эффективной. По мнению Дмитрия Травкина, муниципальные выборы – это выборы, наиболее приближенные к людям. Избиратели ориентируются в первую очередь на личность человека, а не на партийный бренд, который он представляет. А депутат должен быть заточен на решении наказов своих избирателей. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ. В нашем регионе уже много лет ведется работа по трем направлениям национального проекта «Культура». Международная ассамблея художников «Пластовская осень» проходит в рамках региональной составляющей «Творческие люди». В этом году Ульяновская область в девятый раз стала площадкой для представления лучших художественных сил страны и мира, общения и творчества деятелей искусства и культуры, проведения ярких выставочных проектов, пленеров, мастер-классов и конференций. Накануне в Ульяновске открылась Международная ассамблея художников «Пластовская осень». Уникальный проект реализуется в регионе с 2011 года. Ежегодно в проекте принимают участие художники России и стран СНГ, директора музеев, ученые и руководители художественных вузов страны. Главным акцентом «Пластовской осени» в этом году стала тема «Семейные ценности». И первым семейным подарком гостям ассамблеи стало мороженое. Мороженое – это всегда было семейной ценностью. Мы как дети, которые выросли, хорошо это помним. Поэтому вот такая веселая, радостная концовка сегодня в момент открытия. Ну а мастер-классы у нас будут продолжаться. Следующий год ульяновские художники определяют как год народных мастеров. И многое на площадках Дня города и примкнувшей к нему ассамблеи было посвящено именно этому. Работа гончаров, роспись лавочек, проведение мастер-классов для тех, кто совсем не умеет рисовать. Бульвар «Новый венец» был наполнен рисующими людьми всех возрастов. На 10 дней, пока будет проходить международная арт-тусовка, Ульяновск станет художественной столицей. Мы всегда рады приветствовать на нашей гостеприимной сибирско-ульяновской земле делегации не только из многих регионов России, но и из очень любимых, очень дружеских нам стран. Казахстана, Армения, ряда других. Я сердечно благодарю всех коллег и участников, которые прибыли к нам и проявили интерес к этому мероприятию нашему региону за это внимание. Результаты внимания, которые удалось привлечь к региону, налицо. Активно развиваются художественный музей Ульяновска, арт-пространство «Заваленка» в селе Преслониха. Развитие отрасли признают и гости ассамблей из других городов. Я в Ульяновске впервые вообще в вашей области. Я приехал на своей машине специально посмотреть вот эти края, Самарская область, Оренбургская область. Ну, много чего я видел. Пока ездил, спокойно смотрел, все красиво. Вот именно река Волга, да, я впервые вот рядышком стою. Здорово, вот это воздух, вот это колорит. И, наконец-то, люди. Я раньше по телевизору, по книгам читал, что вот это Ульяновск, такой замечательный, солнечный город, да. Ну, всегда хотелось здесь побывать. Пока приезжие художники восторженно отзывались о местных красотах, желающие дилетанты ее уже активно запечатлевали. Взрослым и признанным художникам еще предстоит принять участие в трех пленэрах, выставках и международной научно-практической конференции. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Предприятие с богатой историей, где проводится обработка 230 наименований сборочных узлов и деталей автомобильного двигателя. Все это об Ульяновском моторном заводе, который отметил в этом году свой юбилей. Предприятие посетил глава региона, где осмотрел производственные площадки и главную достопримечательность предприятия – музей. Подробности у Натальи Чумаченко. Ульяновскому моторному заводу исполнилось 75 лет. Несмотря на свой почтительный возраст, сегодня градостроительное предприятие активно развивается. В цехах каждый день кипит работа. Сергей Морозов посетил завод, где встретился с руководством и коллективом. Мотор на заводе всегда являлся гордостью Ульяновской области, города Ульяновска. И одновременно, конечно, мы вспоминаем и производство не только двигателей для автомобилей, но и для лодочных моторов. Позвольте мне вручить вам такой вот замечательный адрес. От Ордена Ленина Ульяновской области, от лица жителей нашего региона. Ульяновский моторный завод был создан 6 сентября 1944 года. История успеха предприятия началась в 1969 году, когда с главного сборочного конвейера сошел первый автомобильный двигатель. Сейчас в моторный завод входит дивизион легкие коммерческие и льховые автомобили крупнейшего российского автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». По итогам 2018 года завод произвел 45 тысяч автомобильных двигателей, а в региональный бюджет от предприятия поступило около 42 миллионов рублей. В этом году за 8 месяцев заводчане уже произвели более 23 тысяч двигателей, а это почти 8% роста к аналогичному периоду прошлого года. Усовершенствование технологий – двигатель прогресса. Поэтому руководство предприятия делает ставку на модернизацию оборудования и повышение квалификации кадрового состава. Для того, чтобы производство было привлекательным, мы внедряем новые рабочие места. Современные технологии подразумевают уже и образованность персонала другой, они подразумевают уже интеллектуальный уровень персонала другой. Мы внедрили уже много рабочих мест, которые требуют знания IT-технологий. И здесь персонал уже востребован даже с высшим образованием работать на таком оборудовании. Так совпало, что в этом году предприятие отметило двойной юбилей. Кроме большой даты – 75-летие – есть дата поскромнее, но от этого не менее значимая. 35-летие празднуют музей завода. 4700 предметов в экспозиции, архивные записи, фотографии, первые двигатели и многое другое. Этим гордится сегодня не только руководство предприятия, но и простые заводчане. В музее проводятся тематические экскурсии, реализуются проекты «Их детство пришлось на войну» и «Место встречи» музей. Наш музей славится очень интересным военным разделом, где показаны не только материалы тружников тыла, хотя там тоже за каждой фотографией и документом интереснейшие судьбы, интересные истории, но и у нас очень большой раздел об участниках Великой Отечественной войны. То есть это люди, которые пришли к нам уже на завод после войны и много лет работали. Напомним, Ульяновский моторный завод – одно из крупнейших предприятий машиностроительного комплекса России. Завод располагает производственной базой, позволяющей выполнять полный комплекс работ по созданию и выпуску автомобильных двигателей для грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ». Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ул. Правда. ТВ. Более 10 тысяч жителей Ульяновской области посетили первую этой осенью губернаторскую сельскохозяйственную ярмарку. Кроме торговли, по традиции для покупателей работали волонтеры, социальные такси, а также развлекательная программа и полевая кухня. Вместе с новым учебным годом начался и новый осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок. Первая торговля на этих выходных прошла в Железнодорожном районе на проспекте Гая. Ярмарка получила название «Хлеб всему голова». Свою продукцию по доступным ценам представили крупные сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Всего торговля велась с 324 автомобилей. Мы традиционно наблюдаем, как активно развиваются фермеры. И вот мы сегодня уже видим, как те фермеры, которые в прошлом году получили гранты, в этом году уже активно участвуют в ярмарке и представляют свою продукцию качественную, экологически чистую. Особым спросом у покупателей пользовался картофель. Было продано 45 тонн. На втором месте мясо и мясные продукты. Их было продано около 6 тонн. Также в топе популярности у горожан борщевой набор – это свекла, лук и морковь, куриные яйца и молочная продукция. В целом, по подсчетам Министерства агропромышленного комплекса, ярмарочная выручка составила больше 9 миллионов рублей. Посетила же торговлю больше 10 тысяч человек. Следующая ярмарка пройдет 14 сентября в Новоульяновске, а завершится сезон под самый Новый год 28 декабря. Итоги единого дня голосования подвели на встречи с правительством и руководством органов местного самоуправления Ульяновской области. Выборы стали не единственной темой для обсуждения. На совещании также подняли вопросы реализации нацпроектов, обсудили благоустройство общественных пространств региона. Подробнее в сюжете Ринаты Алиуловой. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин встретился с министрами и руководителями муниципалитетов. На повестке дня шесть основных вопросов. Обсуждения начали с подведения итогов единого дня голосования, который прошел 8 сентября. Выборы состоялись в 11 районах области. Всего в голосовании приняли участие свыше 19 тысяч избирателей со всего региона, что составило чуть выше 30% участников выборной кампании. Своих кандидатов выдвинули 8 партий. В Ульяновске проходили до выбора депутатов в городскую думу по одномандатному избирательному округу номер 16. Победу одержал Князев, который был выдвинут как самовыдвиженец. Но поддерживался партией «Единая Россия». Он набрал 55,84% голосов. Прошедшие в Ульяновской области до выбора являются легитимными. Нарушения избирательного законодательства при их проведении не установлены. Нарушения общественного порядка не зафиксированы и во время празднования дня города. По сведению органов внутренних дел в праздничных мероприятиях приняли участие около 15 тысяч жителей и гостей города. Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий в день города Ульяновска было задействовано свыше 200 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС России и до сотни народных дружинников. Кроме того, за истекшие сутки, как показывает сводка, управление внутренних дел на территории региона и в городе Ульяновске не зарегистрировано тяжких преступлений. Отделы общественных и социальных перешли к обсуждению инфраструктуры. До 1 октября в Ульяновской области должен закончиться ремонт на дорога. Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены на 90%. В программу «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году вошли три объекта. Два из них в Индинском районе, а третий – это дорога, ведущая к одному из предприятий в Новом Алаклинском районе. Что касается муниципальных образований, то здесь у нас процент выполнения на сегодняшний день также приближается к 70%. На сегодняшний день единственная обеспокоенность у нас вызывает устройство велопешеходных дорожек трех муниципальных образований. Это Барыжский район, Ульяновский район и Манский район. Срок работ сдвигается до 15 октября. Фавилин просил глав районов держать ситуацию на особым контроле. Глава кабинета министров в свою очередь акцентировал внимание на подъездных путях к радиологическому центру в Димитровграде, который вышел на итоговый этап ввода в эксплуатацию. Мне большая просьба обратить особое внимание на те территории, где сейчас уже определены места, где будут проживать сотрудники данного центра, для того, чтобы было проведено в соответствии и благоустройство, и дорожное покрытие, и тротуарное покрытие. Еженедельный мониторинг содержания благоустройства придомовых территорий области, инициируемый Сергеем Морозовым, показал, что в 1102 общественных пространствах работа выполнена с нарушениями. Отмечу особо, вот по Сенгелеевскому району было составлено 11 протоколов на собственников жилых домов по факту наличия мусора на дворовых территориях, у дворов, непокос травы, прилегающей к дому. Судом они рассмотрены и наложены штрафные санкции, 157 тысяч рублей совокупно по 11 протоколам. Что касается отопительного сезона, то 20 районов области готовы к нему на 100%. К 24 сентября полностью должна закончиться подготовка во всех муниципалитетах. Однако долг Ульяновской области перед Газпромом не уменьшился и составляет сегодня 2 миллиарда рублей. У нас платежи населения под 80%, а в отдельных муниципальных образованиях еще ниже. Это уже как-то называется даже не просто наглость, это вообще непонятно как называется. В магазине же никто бесплатно не дает товар, правильно? Поэтому, Александр Яковлевич, у меня большая просьба, давайте тогда объявляем до начала отопительного сезона месячник, каждый муниципалитет, чтобы каждую неделю отчитывался, в том числе по платежам населения. Месячник внимания детям объявили из сферы образования. Со 2 сентября за безопасностью школьников Ульяновской области в усиленном режиме следят правоохранительные органы и сами учителя. Рината Леулова, Данил Сурков, новости Улправда ТВ. Завтра в регионе будет переменная облачность, местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До завтра! Продолжение следует...